всем привет вы на канале обо всем не забудьте поставить лайк подписаться и нажать колокольчик а сегодня речь пойдет об удивительных свойствах растений которые удивят даже самого заядлого ботаника коровий горох ох уж этот хитрец среди растений который очень искусно научился обманывать насекомых его враг кукурузная листовая совка когда эта гусеница пытается подобраться к растению и съесть его то соответственно бежать он не может но горох научился выделять токсины которые не отпугивают совку а наоборот притягивают других насекомых которые опасны для этой гусеницы а вот томаты умеют как выяснилось передавать друг другу сигналы об опасности но делают они это не самостоятельно а с помощью грибниц опутывающих их корни через такое интернет соединение одно растение когда поражается вредителями посылает сигналы другим растения мол братцы берегитесь враги рядом таким образом сообщество томатов становится более устойчивым к болезням и патогенам интернет работает не только у томатов некоторые виды пихты и березы через грибницы передают углерод а другие виды обмениваются азотом и фосфором кстати большие деревья так помогают молодым саженцам которые например в тени им не хватает пищи а вот хакером среди растений поистине можно назвать орхидею фантом ведь когда и не хватает хлорофила который она сама производить не способна она забирает его у деревьев находящихся поблизости и конечно она делает это через грибницу ох уж эта конкуренция которая наблюдается не только среди животных но есть также и у растений борются растения за свет и воду не с помощью когтей и клыков а с помощью химических веществ которые помогают избавиться от нежелательных сожителей например акации эвкалипты губят растения поблизости уменьшает число полезных микроорганизмов в их корнях а вот интересное свойство наблюдается у каштанов цветок каштана меняет цвет чтобы рассказать насекомому наличие нектара изначально цветок каштана имеет желтые пятна такие цветы привлекают насекомых а когда сладкий сок перестает выделяться пятна меняют свою окраску и становятся красными это некий стоп-сигнал для насекомых они видят его и больше не летят к этому побегу для чего растения закрываются на ночь на самом деле есть одна научная теория которая гласит цветы закрываются на ночь для того чтобы сохранить аромат на дневное время тем самым привлечь больше насекомых опылитель а вы могли себе представить что лес на самом деле может быть одним организмом смотрите в этой роще около 47 тысяч осинообразных тополей но это один организм называется он пандо или дрожащий великан у всех этих осинообразных тополей единая корневая система то есть каждый из деревьев это стебли одного растения пандо весит более 6000 тонн это примерно как 600 африканских слонов по оценкам ему не менее 80 тысяч лет алоэ это растение которое хранит в себе воду для него очень важен солнечный свет но если его не хватает то может меняться цвет листьев они становятся светло зелеными у основания и все более тусклыми со временем ученые называют это стрессом у растения таким образом можно специально лишать алоэ света чтобы получить красивые оттенки но главное не переборщить а то можно лишиться растения а вот растение которое не даст себя загубить это рамонда сербская она умеет возрождаться даже если засохнет уехали в отпуск забыли полить ничего страшного вернулись полили и перед вами вновь и живое растение но это не единственное растение которое умеет возрождаться после засухи таким свойством обладает пустынный плавунок чешуэлистный когда она засыхает то становится похоже на шар в таком спящем режиме может пробыть несколько лет а когда на растение попадает вода она оживает за несколько часов вот так вот у растений тоже есть своя жизнь и они не такие уж и глупые и беспомощные как может показаться с виду а на сегодня это все если видео понравилось ставим лайк подписываемся на канал и жмем колокольчик так вы не пропустите новые видео